Мне дочь позвонила, я была в городе, мама нас затапливает. Я приехала домой, здесь еще было можно, я вот вода была, я чуть-чуть пробежала. Потом вот, знаете, такой поток пошел, здесь все разлилось. Первые сигналы СОС поступили пятничным вечером 28 февраля. Талая вода с полей хлынула на поселковые улицы, за несколько часов превратив Боротаевку в Венецию регионального разлива. Местный абориген Юрий Селиверстов гондолой не обзавелся. А вот в свободное плавание практически ушел. Здесь вечером невозможно было пройти, вода прямо вот. То есть тут везде стояла вода, где мы сейчас с вами идем? Вот до сюда, во дворе тоже вода была. Ну что, обычные демзизонные сапоги в Боротаевке не в тренде. Здесь бизнес измеряется вот такой резиновой обувью, а если у кого нет, тот явно в проигрыше. Соседи, родственники все одалживают надежную резину друг у друга, ну а если нет, придется лезть через заборы. Другого выхода и другого пути здесь нет. Вот только водный. И вот сейчас я попробую немного переместиться, так сказать, из дома дяди Юры в огород тетушки Вали. Сейчас попробуем, посмотрим, какая глубина. Лишь бы не уйти под воду, как под водные лодки. Шесть единиц техники и 26 спасателей. Задействованный арсенал. Чиновники докладывают о принятых мерах и масштабах бедствия, правда, возникают нестыковки. На улице Молодежной ни одного дома не подтопило. Хорошо. Но во всяком случае... Видео хотите? В дом может быть в дом. Видео хотите? Мы, мы, мы... Вот в Молодежной улице прислали видео. Оцениваем через призму собственные видеокамеры. В этот коттедж по улице Молодежной семья Оржановых въехала буквально в ноябре 2019-го. Цокольный этаж спланировали под бассейн, а в заплыв хоть сейчас. Вот это вот помещение, оно набралось буквально где-то за два часа. И уже когда муж приехал, включили насос дренажный, чтобы хотя бы немножко откачивал, хотя бы не давало подниматься выше воду. Но вот там мужики еще прибежали с соседних домов, начали немножко делать канавки, вот чтобы немножко вода ушла у нас отсюда. Давайте прям уровень покажем. Уровень вот был прям вот по этой ступеньке. То есть вот прям вот так была вода? Да, вот прям по этой ступеньке была вода. Подтопление в Боротаевке – проблема из разряда хронических. Решением стала мини-дамба с парой водопропускных труб. Но, как оказалось, решением временным. Влияло то, что была нарушена работоспособность одной из водопропускных труб. Ну и плюс, как мы все знаем, то есть это те теплые температуры, которые у нас все-таки сейчас присутствуют. В начале у нас вот так вот только шла вода. А как вот эту трубу поставили нам большую, с меня ростом, а там маленькая труба, она не успевает там уходить. И нас каждый год затопляет. И в июле два года назад было затопление, дожди сильно шли. Нас затопило. В апреле нас затопило. И так каждый год. Неисправная труба заблокирована. Уровень воды понижен. Ситуация настоящего. Без гарантии на будущее. Горячие телефоны на случай ЧАЭС – 01 и 112. Татьяна Домоданова, Бахтияр Салтанов, репортер 73.